Меня зовут Сесиль. Я француженка, я актриса, я диджей. Уже 17 лет я живу в Москве. Кажется, неплохо говорю по-русски. Но есть многие вещи, которые для меня до сих пор загадкованы. Русское суеверие. Почему стучать по дереву? Или плеваться через плечо? Или вот, мою любимую. Сесиль, не ешь с ножа, а то злой будешь. Почему здесь так популярна наша старая эстрада, типа Мирай Матью? Многие здесь уверены, что мы обожаем лягушек, но я их боюсь. Почему каждый встречный, который узнает, что я француженка, мне говорит этот непонятный набор слов? Я совсем не понимаю. В общем, вопросов много. «Пруд-пруди», как тут говорят. Но главное, что я люблю Россию и людей, живущих в этой широкой и большой стране. Я хочу понять, что миф в России, а что подлинное настоящее. Я в Крыму, на родине своих предков. Про Крым очень многие говорят, очень многие хотят сюда попасть. Причем тысячелетиями. Не полуостров, а какой-то магнит. Но в чем его сила притяжения? Пока непонятно. Пойду намагничиваться. Каким я себе представляю Крым? Крым – полуостров Магнит в окружении Бирюзового, точнее, Черного моря. Летний, жаркий, курортный. Здесь, если пляжи, то длинные. Дворцы – императорские. Устрицы – говорящие. А каждый камень – история. Сюда притягивают туристов, ученых, художников, киношников. В санаториях свободных мест нет. Но от пляжной суеты можно сбежать. В горы. Говорят, в Крыму они обладают какой-то особенной силой. Скажу сразу. Крым превзошел все мои ожидания. Магнит номер один выполнен. Это не фильтры. Это не специальные штуковины. Это настоящее розовое озеро. Походы. Устала. Засилия. Я поднимусь. Поднимусь красиво. Здесь, мне кажется, сюда просто надо прийти, чтобы потерять до речи. Первым делом я поехала на море. Ничего не могу с собой поделать. Тянет меня к нему, как холодильник к магниту. Ну, здравствуй, мыс. С необычным названием. Мыс Тарханкут. Здесь никого нет. Полное ощущение, что я одна. На всей планете. Берега Тарханкута считаются самыми красивыми и самыми дикими в Крыму. Отвесные скалы, бирюзовая вода, запах полыни. Сейманифики. Для полного счастья только ластов и маски не хватает. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, наверное, к вам, судя по оборудованию. Да, вы на погружение приехали? Я на тотальное погружение. Сам Жакиф Кусто рекомендовал Крым как место для дайвинга. И я просто не могу это пропустить. Тем более, что Тарханкут – морская звезда полуострова. Киношники от него в экстазе. Здесь снимались советские блокбастеры, пираты 20 века и человек-амфибия. Я в каком-то большом шланге. На Ямале я была в шкуре оленя. А сейчас, мне кажется, я в шкуре тюленя. Окей, я готова. Мой инструктор Вероника упутывает меня, как малышню в детском саду перед зимней прогулкой. Вода в начале июня бодрит. 19 градусов. Но я боюсь не холода. Ну, точнее, не только его. Мне предстоит нырнуть на глубину 12 метров. А это вообще опасно нырять? Нет. Не опасно. Интересно. Точно? Точно, однозначно. А сколько было людей, которые утонули? Не было. Ни разу? Это обнадеживает. Хорошо. Акулы есть? В Черном море нет. Нет, да? Нет. Хорошо. Только Красное море. То есть никаких неприятных сюрпризов, одно удовольствие и полное счастье? Да. Как прекрасно. Теперь нужно нырнуть. Дома Вероника погружаются с 13 лет. И даже ее, опытного дайвера, подводный мир Крыма не перестает удивлять. Очень классно попадали. И что вам нравится в этом? Ощущения. Мне очень нравятся ощущения, которые я испытываю под водой. Особенно в море. В море это такой какой-то бескрайний голубой мир. Нет горизонта. И очень-очень красиво и тихо, спокойно. Вероника Итерханкут приготовит для меня кое-что особенное. Я увижу уникальную выставку скульптур, которые находятся прямо под водой. Серьезно? Все хорошо. Костюм он такой на тебя. Ой, мамочки. Так, хорошо. Все нормально. Утонуть в нем невозможно. Невозможно. Ой, можно, знаете, даже не нырять, а просто вот его надеть и на воде попутать. Все хорошо. Чувствую себя как выдра, которая немножко поломалась. Мое тело меня не слушается. Итак, дорогие телезрители моей планеты и вообще мира. Я готова нырять в глубину моря. Как будто в космос вышла. Вода чистейшая. Рыбки веселые плавают. Я забыла про страх и стала частью моря. Смотрите, там ихтиандр. А нет, это Ленин. Говорят, на дне вся советская номенклатура. Хорошо устроились. Отдыхают на фоне Лондонского моста. И у-ля-ля. Эйфелевая башня. Еще я нашла памятную доску Жак-Иву Кусто. Всего хорошего и спасибо за новый мир. Я не знала, что дайвовать. Это так здорово. Очень здорово. Очень здорово. Прям как будто ты в мультике про Нему. И ты как бы это вот... Погружение с аквалангом определенно вызывает привыкание. Хочу еще. В следующий раз я привезу из дома бюст французского поэта и композитора Серж Генсбух и торжественно затоплю. Ему, я уверена, на Тарханкуте понравится. Здесь даже есть свой полонс. Слушайте, тут так живописно. Столько лаванды. Ух ты. Ух ты, номер два. Я, представляете, иду, говорю в камеру, тут так живописно. А тут вы сюда часто ходите? Да, я прихожу сюда за вдохновением. Здесь так красиво. Вы слышите, какой аромат, запах лаванды? Да. Вообще-то Елена больше певица, чем художник. Но в Крыму она не может не рисовать. Особенно на Тарханкуте. Говорит, у этого места очень сильна энергетика. Это все называется Тархан... Тархан... Тарханку. Да. Чертов угол. Чертов угол называется? Знаете, почему? Нет. Потому что раньше, в древности, здесь очень много судов потонуло. То есть здесь такое коварное место, на самом деле. Если бы были возле Тарханкутского маяка, вам бы там рассказали много интересных историй. Лаванда – это только цветочки. Чаще Елена пишет сюжетные картины. Причем такие в стиле рок-н-ролл и даже хэви-металл. С мотоциклами и черепами. Получается, что действительно Крым вдохновляет. И то, что я тоже чувствую, здесь прямо идет вдохновение. Если бы я умела рисовать, я бы что-нибудь нарисовала. Мой первый день в Крыму почти подошел к концу. А я так и ни разу по-настоящему не искупалась в море. А ведь это то, зачем я ехала на Тарханкут. Мне обещали белоснежные пляжи. И не обманули. Оно холодное. Оно приятное. Потому что это море. Но оно холодное. По-моему, я почувствовала медузу. Магнит номер один выполнен. Море Сесиль. Крым-магнит не только для творческих личностей, но даже, говорят, для античных героев и богов. Салю. Ну и ну. Интересно, чем их манил полуостров? Ответ на этот вопрос местные предложили мне поискать в древнем Херсонесе. Ехала-ехала по Крыму. И вдруг оказалась в Древней Греции. Представляете? И прям чувствуется, насколько пропитана история. Те камни, это место. Кстати, может быть, здесь ходил Одиссей или Геракл. Ну, по крайней мере, они бы отлично сюда вписались. Херсонес Таврический – в прошлом город-государство. Он был основан две с половиной тысячи лет тому назад. За свою историю пережил много разных правителей, народов и богов. Но так как были первыми греки, им основные лавры и респект. Я знаю, что Еврипид написал книжку про Ифи... Сейчас. Ифи-жени-он-Таврида. Ифи-жени-он-Таврида. Ифи-гене в Тавриде, да? Да, да. Это она здесь прям была? Греки не могли жить без своих богов. Там, где греки, там и их боги. Древние граффити, которые хранит Херсонес Таврический, нам оставили следы этих имен. Аполлон, Артемида, Геракл. То есть мы ходим по стопам богов? Мы ходим там, где ходили греки. Моя всезнающая спутница Светлана гуляла по греческим улицам ещё ребёнком. Для неё Крым – это воспоминания и это истоки. Поэтому спустя десятилетия она и согласилась стать директором музея Херсонес Таврический. То есть получается, что Крым, он как бы, вот это место, он сработал как магнит, да? Вот он как-то вот замагнитил. Ну, есть же такое выражение гений места. Вот так как-то случается, что о чём бы мы ни говорили, мы обязательно пройдём дорогами Таврии. Светлана уверена, Херсонес ждут великие открытия. Город раскопан менее чем на четверть. Предстоит, например, найти стадион. Без него полис трудно себе представить. А вот амфитеатр я уже нашла. Кто я? Француженка ли я? Или русская? Ведь во мне течёт 50% одной крови, 50% другой. Сесильплиже ли я? Кто я есть? Расскажите боге Олимпа. Помогите разобраться в себе. Вот это да. Получается, Крым вдохновлял античных героев на всякие подвиги. Ну, вдохновение-то, конечно, прекрасно, но нужно ещё и силой. И меня отправили на озеро одно, которое называется Сосык-Сиваш, как Сесильплиже. В общем, поехали на озеро. Озеро Сосык-Сиваш образовалось ещё в ледниковом периоде. Раньше оно было морским заливом, а потом из-за песчаной косы отделилось. Северная половина стала пресной, а южная покрылась плотным панцирем соли. Но, как вы видите, это ещё не самое необычное. Представляете, здесь розовое озеро. Это не фильтры, это не специальные штуковины. Это настоящее розовое озеро. Мамочки, это же красиво! Оказывается, розовым Сосык-Сиваш делают малюсенькие водоросли. Они выделяют бета-каротин, витамин D. Его ещё в морковке много. С французского «карот» – это и есть морковка. Получается, озеро не только красивое, но ещё и очень полезное. Понять бы, как этим озером пользоваться. Вот там женщина явно с большим знанием дела. Надеюсь, подскажет. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Сесиль. А у меня Валентина. Очень приятно! А вы собираете грязь, да? Да. Это чтобы мазаться? Это не грязь, это голубая глина. Ага! Там лицо намазать, можно всё тело мазать. А что она делает полезное? Она очищает кожу. Каротин – ценнейшая голубая глина. Да тут целый спа-салон. Причём бесплатный. Кях-педия. Надо ловить момент. Всем рекомендую. А крымский клубничный коктейль пахнет тухлыми яйцами. Знала бы я тюркский язык, прищепку для носа взяла. Сосык-сиваш в переводе значит «зловонная грязь». Но ничего. Pour être belle, il faut souffrir. Красота требует жертв. Мне обещали, что глина и кожу, и суставы подлечит. Упс. Кажется, я забыла спросить. А как это себя всё смыть теперь? Крым как будто специально создан природой для укрепления здоровья. Мягкий климат, тёплое море, чудо грязи. Вот, получается, ещё чем заманивает людей этот полуостров. И особенно, кстати, Бумунт. Я сейчас направляюсь в Ливадию, чтобы узнать, а как отдыхали люди с императорским размахом. Путеводители называют Ливадию «жемчужиной южного берега Крыма». Ведь это летняя резиденция русских царей Романовых. Здесь Николай II принёс присягу на верность престолу. Мундию, я даже когда говорю это, волнуюсь. Слушайте, ну, как говорят, губа не дура. Тут так всё красиво. Ну, у него. Ну, у Николая II. Да, да, вот у него. И знаете, что приятно, что ощущается, вот, что как бы пекло идёт, а вот ты здесь ходишь. А здесь тенёчек. Да. Экскурсовод Ксения, хоть и не Романова, но в Ливадии чувствует себя как дома. С гордостью показывает мне деревья, которые ещё царские садовники высаживали. В парке полезный для прогулок воздух. Парк исключительно для оздоровительных целей, для царской семьи был сделан. Ну, и, конечно же, всё для красоты, всё для услады, вот, глаза. Такой фитопарк. Так бы и бродилось среди зелени целый день, но на шато Пардум резиденцию посмотреть очень хочется. Проходите, проходите. Чувствуйте себя как дома. Обувь можно не снимать. Ливадийский дворец сегодня музей. Первый этаж посвящён Ялчинской конференции 1945 года. Тогда Сталин, Черчилль и Рузвельт обсуждали в Крыму послевоенное устройство Западной Европы. А второй этаж здесь по-прежнему в распоряжении Романовых. В принципе, Ливадийский дворец Николая II задумывался как личный дом, как дом для отдыха. И даже для этой резиденции вот они такое прозвище давали «Милое сердцу Ливадия». Большая часть интерьера в дворце, к сожалению, не сохранилась. Но кое-что всё-таки удалось беречь. К 300-летию дома Романовых в персидский шахпут преподнёс такой интересный подарок – ковёр шерстяных нитей. Но в годы революционного лихолетия данный подарок пропал из дворца и смогли его обнаружить только в Германии в 1983 году. Ливадийский дворец – последнее, что было построено в Российской империи для царской семьи. Романовы очень его любили. И я их понимаю. «Милое сердце Ливадия» Лечились императорами не только прекрасным кремским воздухом, но ещё и правильным питанием. Миди, рапаны и устрицы. Не французскими, как я думала, а местными. В Крыму разводят устриц. Вы это представляете? Кстати, японцы говорят, что устрицы продлевают жизнь. И получается, что после того, как я намалась грязи и поем устрицы, у меня будет такая продлёнка. Я просто не могла не приехать в гости к крымским устрицам. А живут они на озере Донузлав. Бон Виван и морской фермер Арсения сходу заявляют, что это идеальное место для выращивания морепродуктов. Из-за того, что есть выход в море, вода здесь и не солёная, и не пресная. Устрицы от этого получаются инкроябль, то есть изумительны. А сколько здесь устриц вообще? Всего вот на этой плантации, от мала до велика, в районе 4,5 миллионов штук. Что? Что? 4,5 миллиона штук. Арсений объясняет, устрицы созревают от 2 до 2,5 лет. Чтобы каждый раз не ждать так долго, их сажают разного возраста. Причём, если половина урожая созреет, это уже успех. Я пытаюсь представить, сколько это визуально 2 миллиона устриц. Вы посмотрите сюда и увидите 4,5 миллиона устриц, сколько визуально. Как это у нас во Франции говорят, нифига себе! Выращивают моллюсков вот в таких специальных домиках, садках. Прямо огород какой-то. Только вместо грядок – водные дорожки, а вместо трактора – катер. Ну, перейдём к нашим замечательным устрицам. Кстати, во Франции есть выражение, когда актриса плохо играет. Вот. Говорят, что она играет, как потерянная устрица на пляже. Вы готовы? Да. Для этого нам сначала её надо будет открыть. Слышите? Нет. Потому что никто не пищит. Пищащие устрицы – это миф. Да. Их действительно едят живыми. Но за губу они никого не хватают. Тут, дорогие телезрители, я должна добавить одну маленькую деталь. Дело в том, что я не люблю устрицы. Для меня это сопли в асфальте. Вот. Я очень хочу их полюбить. Я очень стараюсь каждый год. Потому что это принято во Франции на Рождество. Покупают устрицы. И я хочу их полюбить. Но ничего не выходит. Ну, может быть… Никакого лимона. Ничего не нужно. Ножичек, чтобы вам помочь. Будьте хорошей актрисой. Вот тут надо помочь. – Давайте… – Собля. – Вы сможете. – Ох, о. – Белон порта ихли! – О, обоже мой. Что я хочу сказать? Это было более приятно, чем другие устрицы. В неделю Арсений съедает не больше 10 устриц. Работает правило. Хочешь узнать, сколько у тебя друзей и родственников, переезжай жить к морю. А если серьезно, устрицы очень полезны. Это чистый белок. Лучше есть их понемногу. Но баловать себя чаще. И делает это в Крыму. Сейчас много людей едут из материка. Но вообще с разных регионов едут в Крым. А вот моя история, я в 15-м году переехал в Крым. Я не хочу отсюда уезжать. А когда меня спросят, ну почему? А я вот и ответить не могу. Это где-то на уровне что-то, на уровне сердца. Это не на уровне разума. Это нравится мне здесь. Я отдохнула, оздоровилась и вдохновилась Крымом настолько, что собралась в поход. В общем, представьте себе, Сосель, королева походов. Вспоминаем Алтай. Решила повторить этот подвиг, потому что мне сказали, что куда я пойду, там какое-то таинственное, сильное место. Это, в общем, такое ух-место. Ну, соответственно, мне нужен провожатый, потому что сама я не справлюсь. И поэтому меня ждет Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Куда нам идти? Нам идти. Вот на ту гору. Олег провожатый 99-го уровня. Крымские горы он знает как свои пять пальцев, а может быть, даже лучшие. Вместе мы и пойдем туда, куда редко ступает нога человека. В таинственные, мистические места, туда, где происходят необъяснимые вещи. Их так и называют – места силой. И это еще один магнит Крыма, который притягивает на полуостров эзотериков, экстрасенсов и йогов со всего света. Я жутко волнуюсь, но очень хочу попробовать подзарядиться. Наша первая цель – пещерный город Мангуб-Кале. Я слышала, что здесь водится какой-то тип суперсмертельного паука. Есть. Черная вдова его еще называют. Или каракурт, правильно. Небольшой паучок. Он живет на земле. Какого размера? Делает рун. Ну, если брать самец, он примерно… Если брать ладонь. Ну, если брать ладонь, то это, не знаю, вот с ног, с ног может быть. Да, это самка. А самец раз в десять меньше. Да ладно. То есть вообще не заметить. Тут должна была быть истерика Сесиль. Ведь я мега-архнофоб. Пауков бою до смерти. Но, к счастью, по лесу мы не пошли, а поехали на джипах. Ага. К счастью. Оказалось, это еще вопрос. Что старошнее? Пауки-убийцы или крымское сафари? Только я начала привыкать к антицеллюлитному массажу с видом на горы, а уже надо выходить. Под правую ногу там ступенька. Смотрите внимательно. Здесь пауков нет? Нет. Мангуб-Кале расположен на плато на высоте 600 метров над уровнем моря. Это столица средневекового княжества Феодора. Оно было богатое и красивое. Но потом большие турки их все разрушили. Так вот из всех крепостей Мангуб держался больше всех, почти полгода. И по легенде он пал только потому, что нашелся мальчик, который провел турков наверх. Но мальчик преследовал как бы такую благую цель. Турки снизу кричали, что типа вот кто нам поможет, мы того оставим в живых. Ну и мальчик решил этим воспользоваться. Он знал подземный ход, по которому мы сейчас поднимемся. И провел он их здесь. По-видимому, турки круассанов с багетами не ели. Отверстие в скале такое узкое. Предлагаю фитнес-клубам сделать программу «Мангуб-Кале». И девиз Ёжа придумала. Мы похудеем вас до нужного размера. Прошла. Ух ты! Я думаю, что туркам было здесь не до восхищения. Они были готовы в бой. И договоренность с мальчиком они, конечно, забыли. Мать его убили. И поэтому он здесь с этих скал и бросился. Это ужасно. Такова легенда. Тут что-то. Нам туда. Это что? Это что? Это что? Где? Вот тут. Там. Это всего лишь ящерица Сесиль. Но лучше у обрыва не задерживаться. Дело в том, что по легенде о мальчике Мангубском, мальчик по ночам он людей будит и зовет за собой. И люди падают с обрывов. В пропасть. Жуть какая. У Олега ввоз и маленькая тележка таких легенд. По Крыму он ходит уже десятилетия. Мангуб – любимое место. Каждый раз он открывает здесь для себя что-то новое. Здесь и сады выращивались, и возделывались зерновые, и виноградники здесь выращивались. Скот даже выпасался. И жили. И все это вот хватало на этом плато. Он как бы такой, независимый, как затерянный мир. Мангуб называют зазеркалием, другим измерением, куда попадают только те, кто действительно этого хотят. Мне здесь по-особенному легко дышится. То ли от того, что в горах дует прохладный ветер, то ли от того, что воздух чище. А может быть, что это действительно сакральное место. Я вот что хочу сказать. Даже если вы не интересуетесь историей, даже если вы не интересуетесь походами, и все это, надо все равно сюда подняться. Просто, чтобы вот ощутиться здесь и потерять дар речи. И это стоит того. Здесь, мне кажется, сюда просто надо прийти, чтобы потерять дар речи. На следующий день мы с Олегом решили спуститься с гор под землю и отправились в Скельскую пещеру. Некоторые считают, что это тоже место силы. Говорят, пещеру населяют фантастические существа. Я умею составлять любой сценарий фильмов ужасов и катастроф. И, соответственно, мне страшно. Почему? Потому что, если я туда пойду, мне сразу кажется, что упадет все мне на голову. И все вот эти каменные штучки тоже. Поэтому, в общем, пожелайте мне удачи. А если нет, мне очень нравилось вести передачу с вами. Вообще-то я всегда думала, что в пещере нужно идти вниз, а тут вверх. О! Вижу выход уже. А нет, это лампа. Жаль. Окей. Хорошо. Вау! Это же нам идти высоко-то как. Не в... чего себе. Внутри прохладно и очень нарядно. В голове не укладывается, что это создала природа. Причем всего лишь с помощью воды. Не, ну как такое возможно? В молодости, объясняет экскурсовод Валентин, каменная красотка была обычной огромной расщелиной. Это похоже на течь свечи. Можно и так сказать. Как растет сталактит? Эта капля воды проходит сквозь породу над нами. Она колеблется от 40 до 110 метров. Забирает с собой минерал. И со временем она натекает сюда. И получается, да, как вы сказали, такие оплавленные свечи. Но это заслышенный каскад нашего бывшего водопада. Ага. Каменных сосулек, ну, сталактитов по-умному, здесь видимо-невидимо. Каждые сто лет они растут приблизительно на один сантиметр. Представляете? Это же сколько тогда лет пещере? Миллионы! Сейчас мы с вами находимся на борту Титаника. Отсюда нам открывается вид на рыцарский зал, где нас встречает 7-метровый рыцарь с копьем. Нашего рыцаря впервые далось сфотографировать в 1906 году. Представьте себе, 7 часов разводи, вокруг него огонь пытаясь осветить. 200 попыток. На протяжении двух лет. Достаточно кропотливая работа. Но оно того стоило. На самом деле, представляете, этот рыцарь, что у него вот натянута шляпа. Но я вижу копье, я вижу рыцарь, но я вижу, что у него слишком большая каска, и он его вот так стоит. Нет, я не пила в походе крепкого чая, просто включила воображение. И началось. Каменные животные, сказочные персонажи, космические объекты. В какой-то момент я даже отобрала у Валентину указку, пардон, муссью, и начала сама проводить экскурсию. Бабушка, вот глаз, глаз, носик, ротик. Волосы. Тут дедушка. Вот один глаз дедушки. Другой. Нос, борода. И прическа. И маленький ребеночек. У него носик, глаза. И вот. Вы видите? Вот, скажите! Скажите! Это же гигантский комикс. Да? Да. Вот. Теперь вы должны обязаны во время своих турок сказать, смотрите! Бабушка, дедушка и маленький ребеночек. Пещеры – место с силой. Вот что я хочу сказать. Я, к сожалению, не испытала какого-то спиритического, шаманского какого-то прихода, к сожалению. Но я уверена, что можно это здесь испытать. Но я испытала ощущение вот этого, что делает природа многотысячами годами, какую красоту она сделала. И просто вот преклониться перед ней. Вот. Ну и потеребонькать свою фантазию. Встать и видеть разные штуки. Очень интересно. Для таких запущенных случаев, как я, которые даже пещеры не принимают, мой провожатый Олег подготовил тяжелую артиллерию – храм Солнца. Считается, что это самая сильная энергетическая точка Крыма. И вообще, что это за место такое? Вообще, место в этом месте раньше стояла церковь святого Ильи. Вот. И люди туда ходили, поклонялись еще с давних времен. Ну, а храм Солнца почему так назвали? Потому что камни расположены в виде солнца, который распространяет во все стороны свои лучи. Там, говорят, творятся волшебные штуки? Да. И есть поверие, которое говорит о том, что если забраться на центральный камень и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Отлично. Идти до храма Солнца полтора километра, но практически вертикально вверх. Как круто! Тут тот момент, когда сказано совершенно без энтузиазма – «Вау! Как тут круто!» Но смысл немного иной. Как тут? Бип! Круто! Бип! Круто! Бип! Еще круче стал! Я люблю походы. Я люблю походы. А вот и тренги не работают. Районы, походы. Устала Сосиля. Я поднимусь, поднимусь красиво. Спустя пару часов моя походка стала напоминать монгола, который одновременно потерял лошадь и честь. Я почти отчаялась увидеть храм Солнца, но тут пусты. Раступились. И показался свет. Я-то думала, камушки-то будут поменьше. Ну, типа... Типа чуть-чуть? Нет! О, смотрите, кто-то выбрался на центральный камень. Ой, хорошо. Почему мы пошли сюда, если нам сюда? Ну, потому что, если бы мы вошли в лес, мы бы не поняли, куда мы пришли. То есть мы сейчас пошли сюда... Для того, чтобы посмотреть. А потом мы пойдем туда... Загадывать желания. И набираться силы. На самом деле, бурчу я больше для проформы. Место и правда уникальное. Загадочное. Некоторые считают, что камни так растаял вовсе не природа, а люди из древних цивилизаций. Чуть ли не атланты. Это очень красиво. Это даже более красиво, чем на Мангупе. Кто-то из великих сказал, горы – это не земля, это уже ближе к Богу. И знаете, это не просто красивые слова. Организм здесь, он как будто перестраивается на молекулярном уровне. Начинает по-другому чувствовать. От огружающей картины сносит голову. Ну, а груша, увитая маленькими детьми, это вообще полный сюр. А говорят, что Крым – это магнит. Я бы сказал, что Крым – это непотопляемый авианосец, который плывет в Черном море. Красиво. У меня, кстати, семья из Крыма. Дедушка моей мамы, он караим. Когда там уже их гнали. Ну да. И у него фамилия, по-моему, был Бакши. И там можно было, ну, как-то договориться, в общем, за деньги, поменять быструю фамилию. Вот. Ему выдали фамилию Берман. Вот. Что, как бы, такая злая шутка получилась, потому что ему это как-то сильная ошибка не помогло. Дедушка мой, он, к сожалению, погиб. На память о нем у меня осталось только стихотворение. Ну, и много фотографий. Бражуль я средь улиц шумных, или слушай ребячий гам, пишу стихов ужасно умных, но не себе, а только вам. Не видел мир тайких пиитов, их скоро станут истреблять. Кругом полно антисемитов, пора фамилию менять. Меня не любит зам по кадрам, так вот, дурак, скажу я им. Хотя я пока не Виктор Ардов, ни Гой, ни Ид, я караим. Очень здорово. Надеюсь, что, значит, караимская моя кровь поможет мне спуститься с горы. Ну, на самом деле, это не трудно. Ну, ладно, как там? Не умеешь, научим, не хочешь, заставим. Деваться мне все равно некуда. Буду спускаться. Никогда себя чувствовала такой грациозной, как сейчас. Сама грация. Все мои беды они от падения, а не от поднимания. В этот раз, к счастью, обошлось. Полчаса ужаса, пара седых волос, и мы на месте. Ну, а я теперь поднимаюсь на сердцевину храма солнца, чтобы, собственно, встать туда и загадать заветное желание. Вот. Говорят, что, побывав в храме солнца, люди чувствуют себя обновленными. У них появляется желание познавать что-то новое, неизведанное. Не зная, дело в энергетике именно этого места или в целом Крыма, но я точно готова к новым приключениям в стране чудес. Знаете, и правда, Крым все-таки магнит, потому что люди сюда ездят, их сюда приманивает это место, да, испытать эмоции на разных уровнях, вдохновения. Ну, то есть, это место, которое каким-то образом людей к себе влечет. И у него, по-моему, очень хорошо получается. Здесь и правда место силой, потому что испытываешь сильные ощущения. Оказаться в одном из самых популярных мест России, но наедине с собой, это Крым вам может устроить. И даже больше. Его горы энергетические, парки целебные, а вода розовая, как клубничный джем, и даже грязь лечебная. На пляже я превратилась не в тюленя, а в их тиандра. И даже нашла маленькую Францию с лавандой и устрицами. Да, они не умеют разговаривать, зато я после поездки в Крым пищу от восторга. Не иначе греческие боги постарались. Крым это магнит-матрешка. Снимаешь одну, а там еще одна и еще. Сплошные сюрпризы. Одни едут сюда за вдохновением, другие, чтобы поправить здоровье, третьи найти связь с космосом, а четвертые, как я, чтобы встретиться со своим прошлым. И всех Крым делать счастливыми и сильными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok